всем привет это второй урок по основам javascript тема которого инструкции и хотя в этом уроке я буду в основном все объяснять на пальцах я все-таки для начала покажу вам как вывести что-нибудь в консоль браузера для начала мы создадим какую-то папку и мы создадим ней два файла index.html и main.js я привык делать это все через консоль просто потому что так быстрее но на самом деле все что я сделал здесь это просто создал два пустых файла index.html и main.js и теперь мы откроем эту папку в sublime откроем файл index.html и напишем здесь основную разметку страницы для подключения скрипта к веб странице используется тег script и здесь возможно два варианта во первых мы можем писать код на javascript внутри тега script в самом файле index.html и во вторых в теге script мы можем прописать атрибут src и указать путь к внешнему файлу со скриптом и мы будем использовать этот второй вариант здесь пишем main.js так называется наш файл и теперь мы откроем этот файл index.html в браузере и попробуем вывести что-нибудь в консоль чтобы убедиться что все работает как нужно откроем файл main.js для того чтобы вывести что-нибудь в консоль мы будем использовать функцию console.log о которой я говорил в первом уроке напишем здесь какой-нибудь текст и теперь сохраняем этот файл и открываем в браузере инструменты разработчика для этого нужно нажать control alt i или command alt i под маком и теперь обновляем эту страницу и видим что в консоль выводится hello world в моих уроках вы никогда не увидите чтобы я вручную обновлял страницу в браузере для этого я буду использовать live reload но это уже не имеет никакого отношения к сегодняшней теме в этих уроках мы будем сначала говорить об абстрактных вещах и поэтому если поначалу не все для вас будет полностью понятно просто попытайтесь запомнить то что я говорю и в будущем когда мы приступим к кодингу вы все это без труда поймете а мы будем идти от общего к частному и поэтому мы начнем с инструкций все программы на языке javascript состоят из инструкций а когда я буду объяснять вам всякие понятия я буду использовать кириллицу то есть я буду так и писать на русском инструкция вместо какого-то кода и вы все поймете на самом деле мне не очень нравится слово инструкция для описания этого понятия но похоже что никаких других вариантов у нас нет инструкции также можно называть командами но такое название мне нравится еще меньше но чуть больше мне нравится слово оператор но она уже занята для другого понятия с которым я вас тоже вскоре познакомлю поэтому я буду использовать слово инструкция и также возможно иногда я буду называть их просто стейтментами просто потому что так это называется на английском и на самом деле я думаю что нам удалось бы избежать всяких сложностей с названиями если бы мы просто называли вещи также как они называются на английском а например в некоторых русскоязычных источниках когда пишут про маржин в css их называют полями но css код мы все равно пишем на английском и мы часто пишем слово маржин и все отлично понимаем что оно означает так зачем называть это как-то иначе если можно просто говорить маржин и все поймут так вот все программы на джаваскрипт состоят из инструкций и инструкции выполняются по очереди и все инструкции кроме составных инструкций разделяют точками с запятой а джаваскрипт в общем случае игнорирует пустые символы и переносы строк поэтому обычно инструкции пишут на разных строчках когда вы пишете инструкции на разных строчках вы можете опускать точки запятой в конце потому что партер будет составлять их за вас но когда я говорю что вы можете что-то делать это не всегда значит что вы должны это делать и в этом случае я могу сказать что вы всегда должны ставить точки запятой в конце стейтментов потому что это позволит избежать вам трудно ловимых ошибок будущем в конце составных инструкций как я уже Рассказал, точку с запятой ставить не нужно. И для объединения нескольких инструкций в составную инструкцию используется блок инструкций. И пишется он так. Блок инструкций можно использовать в тех местах, где парсер ожидает увидеть только одну инструкцию, но вы хотите использовать несколько инструкций. Также в скрипте могут быть пустые инструкции. Например, если мы откроем парсер и попробуем ввести несколько точек с запятой, то мы увидим, что мы создали несколько пустых инструкций. Пустые инструкции мы обычно будем использовать там, где парсер ожидает увидеть какую-нибудь инструкцию, но мы не хотим, чтобы что-то выполнялось. Это один из случаев, когда они применяются. И второй случай чуть более интересный. В некоторых скриптах вы можете увидеть что-то вроде этого. Это самовызывающаяся функция. Зачем это нужно, мы будем говорить в соответствующем уроке. Ну а сейчас нас волнует первый символ. Дело в том, что перед тем, как выкладывать сайт в продакшн, считается хорошей привычкой сжимать и конкотинировать все ваши скрипты в один файл. И после того, как вы это сделаете, в одном файле будет идти, возможно, сначала чей-то чужой скрипт, потом ваш скрипт, потом еще чей-нибудь скрипт. И если в последней инструкции скрипта, который идет перед вашим скриптом, будет пропущена точка с запятой, то это, вероятно, создаст какую-нибудь ошибку в коде, поскольку парсер будет пытаться прочитать начало вашего скрипта как продолжение последнего стейтмента в этом скрипте. И поэтому, если вы поставите точку с запятой в начале вашего скрипта, вы таким образом обезопасите себя от потенциальных проблем. При этом, если в конце предыдущего скрипта стоит точка с запятой, то здесь будет просто пустой стейтмент, который ни на что не повлияет. Существует какое-то конечное количество типов инструкций, о каждом из которых мы будем подробно говорить в соответствующем уроке. Но само понятие инструкции является, скажем так, корневым как в языке JavaScript, так и в остальных высокоуровневых языках. И поэтому мы будем использовать его часто. Самым простым типом инструкции является инструкция выражения, и о выражениях мы поговорим в следующем уроке. С вами был Zorox, и спасибо за просмотр.